Всем привет! Говорит GetFan. Сегодня я помогу вам разобраться в тонкостях новой экономики. Обещанный собак Тавианом пост на данную тему уже красуется на форуме. Видео я дам коротко суть, плюс пару интересных ответов на ту же тему. Попутно составлю табличку доходности. Поехали! А спонсор данного выпуска – Paysaydon. Изделия из натуральной кожи разной сложности, ручная работа, индивидуальный подход, лазерная гравировка на выбор покупателя. Незабываемый и интересный подарок! Удиви близких! Укажи промокод ПАЛУНДРА при заказе и получи скидку 5%. Ссылка в описании. Если вы давно не играли в корабли, то наверняка пропустили, что с выходом патча 0.5.12 расходы на обслуживание корабля заменились фиксированной платой за выход в бой. Дополнительно с этими изменениями была допильна экономика, и потому такие игровые действия, как обнаружение, урон по обнаруженным другим игроком целям и потенциально вытанкованный урон получили свой финансовый выхлоп. Вместе с этим переапанный заработок за захват точек перестал быть таковым. К тому же добавился штраф, потому если вы вообще ничего не сделали в бою, будьте готовы получить за бой нулевую награду. Так сказать, по вкладу. В общих чертах картина понятна, но нужно больше подробностей. Чтобы появилось понимание того, насколько выгодно то или иное действие, необходимо привести все к общему знаменателю. В нашем случае таковым станет награда за полное уничтожение одноуровневого корабля, который вы сами себе и засветили. В дальнейшем эту величину я буду называть просто «Уничтоженный корабль», так как проговаривать аббревиатуру «ПУК» значит лишний раз подталкивать тебя, мой друг, к высокоинтеллектуальной шутке. Но если тебе не терпится, то пиши. Пиши прямо сейчас, всем будет интересно почитать ее. Так вот, важная пометка одноуровневого корабля, так как если вы не забыли, то в экономике действуют коэффициенты, повышающие заработок, если вы наносите урон по старшим по уровню кораблям, или же понижающий доход, если вы в топе списка воюете с меньшим по уровню кораблями. Кстати, если вдруг вы не знали, единица урона как общий знаменатель не подойдет, так как одна единица линкора и эсминца будет расценена по-разному, а 100% прочности линкора равны в экономическом плане 100% прочности эсминца. Простите, но такие банальные и почти всем знакомые нюансы также будут проскакивать в видео, дабы исключить всякого рода недопонимания. Так вот, получение фрага принесет вам одну пятую награды уничтоженного корабля. Даже если этот фраг вы подсосали, главное ж в итоге минусовать стволы нет, потому теперь сложно упрекнуть линкор, выпускающий зал бронебоек по шотной цели, ведь награда за фраг вполне себе ничего так. 30 сбитых самолетов принесет ровно столько же, сколько и один уничтоженный корабль. Замечу, что раньше это соотношение было 40 самолетов к одному кораблю. Таким образом, в новой экономике были апнуты по доходности ПВО пресеты. Кстати, в дальнейших в таких сравнениях стоит знать, что награда за чуть меньше результат от названного даст чуть меньше заработок. То есть награда за 29 сбитых самолетов будет почти равна одному уничтоженному кораблю. А не так, что за 30 самолетов награда есть, а за 29 нет. Продолжим. Одна полностью захваченная точка в режиме превосходства или стандартный бой будет стоить как треть уничтоженного корабля. Сбитие очков на сумму, достаточной для захвата базы, принесет всего-то треть награды за захват, а точнее, если приводить к общему знаменателю, 1 девятую уничтоженного корабля. А если вы блокируете точку в время, достаточное для полного захвата, то получаете 1 седьмую от захвата, точнее, 1 двадцать первую от уничтоженного корабля. В общем, блокировка точки не особо-то и прибыльна. Причем, как по серебру, так и по опыту. Ведь, по словам разработчиков, награды в опыте и серебре пропорциональны друг другу. Потому, если вы встречаете особо жесткое сопротивление, а помимо вас есть кому стопать точку, возможно, стоит подумать о возможности быстрого захвата другой точки. Ну или предпринять все усилия к тому, чтобы оттеснить противника и захватить, наконец-то, данную точку. В эпицентре действия, связанные с захватом и защитой, приносят того меньше. Захват и защита приносят треть от стандартных значений, озвученных для режимов стандартной бои и превосходства. То есть, 1 девятую за захват и 1 двадцать седьмую уничтоженного корабля за сбитие очков, достаточного для захвата. А блокировка принесет десятую часть от стандартной награды. То есть, 1 двусот десятую. Обнаружение противника также приносит немного дохода. Засветив 12 кораблей в начале сражения, вы получите 1 десятую долю от награды за уничтоженный корабль. В следующий раз получить награду за засвет ранее засвеченного корабля можно будет только если он 2 минуты провел в инвизе. А теперь самое горяченькое. Новый и не до конца понятный параметр потенциального урона и урон по обнаружению. Увы, в статье точных цифр нет. Мол, все корабли индивидуальны и у них свои настройки в этом параметре. Другими словами, серверные настройки раскрывать не хотят. И потому показывают в среднем статистику заработка за эти действия. Потенциальный урон приносит в среднем 15% от общего дохода игроков. Что это значит? Каждый раз, когда в радиусе 500 метров от вас падает снаряд, его потенциальный урон записывается в вашу копилку танковки. Стоит отметить то, что если снаряд падает так, что захватывает радиус 2 и более кораблей, то танковка одновременно записывается всем им. К сожалению, на момент написания данного текста танковка торпед не была рассчитана. И потому сказать в этом видео, сколько стоит засветить торпед, чтобы вам засчиталась награда как за уничтоженный корабль, я не могу. Но впоследствии, надеюсь, добавлю данную величину с помощью аннотации. Урон по обнаружению засчитывается тогда, когда союзник наносит по цели урон, но при этом он эту цель сам не видит. В такие боевые моменты вы получаете урон по обнаружению. Также стоит отметить, что если цель видит 2 и более корабля, но не видит сам атакующий, то урон по обнаружению засчитывается каждому, кто может засветить данную цель. Такая вот данная статья дохода составляет в среднем 2%. По словам Филиппа, данный показатель не устраивает разработчиков, и потому награду за данную активность собираются повысить, при этом без вычетов из других доходов. Другими словами, чистый ап доходности. Но это будет когда-нибудь, то есть обещание без дат. На основании статистики, собранной разработчиками, как итог стоит отметить, что у практически всех кораблей в среднем по больнице доходность повысилась. По приложенной табличке, лидерами по проценту возросшего заработка стали Киров, Будённый, Амаха, Кливланд, а оба. У всех них более 20% прирост. А за вычетом расходов на боекомплект и обслуживание, лидерами стали Амаха, Мидвей, Будённый, Магами, Ямато, Киров и Норка. У них доход возрос более 30%. Ссылка на таблицу по кораблям с 5 по 10 уровень есть в описании. Первый столбец — это заработок. Четвертый — доход. Второй и третий — это расходы корабля. Кстати, в той таблице нет трат за установку камуфляжей и улучшенного снаряжения. Все данные — это разница между сравнением показателей с 0.5.11, а точнее 22-27 сентября, а также с 29 сентября по 5 октября в патче 0.5.12. Как промежуточный итог стоит отметить то, что разработчики радостно рапортуют о том, что экономика 2.0 успешна, но при этом осознают пару важных «но», что, как мне кажется, дает надежду на то, что экономика 2.0 будет по готовности принята всеми игроками. Так вот, первое «но» — экономика 2.0 ударила по кооперативщикам, лишив режим минимального фарма, потому сейчас там действует скидка 50% на обслуживание, а в ноябре скидка должна стать постоянной. А второе «но» — это частные случаи. Игроки, которые раньше эффективно играли на дистанции и тащили свою команду к победе на скиле, грамотно расходуя боеспособность, стараясь оставаться живыми до конца. Такие игроки стали получать меньше прибыли. Для этих частных случаев есть ряд идей по повышению фарма. Основной рабочий вариант — это выдача фиксированной награды в кредитах за получение ряда достижений, типа «основной калибр», «поддержка», «кракен» и другие. Возможно, когда решатся оба этих «но», тогда экономика 2.0 приблизится к той идеальной фразе, которая в каждом посте звучит из уст разработки. Экономика 2.0 в абсолютном большинстве более доходна для игроков. Я рискну предположить, что на практике это пока что не отражает всей сути, ведь бои с невыдающимися показателями действительно можно расценить как вполне себе доходные, на фоне дохода за потные катки. Справедливо ли это? Но не думаю, потому жду допилов. А что думаете вы по поводу новой экономики? Пишите в комментариях. Я же закругляюсь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если моя работа пригодилась вам. Рекомендуйте это видео друзьям и подписывайтесь на канал. Не болейте, 7 футов подкилем вам. Пока-пока. Услышимся скоро в новых видео на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok